Но у тебя еще будет догонять в течение, наверное, месяцев-двух. То есть сейчас вот этот марафон, он пройдет. У тебя из той информации, которая, то есть я дала информацию, но если брать за основу 100%, то ты ее услышала 70%, с марафона ты выходишь, у тебя 50%. Через два месяца у тебя остается в лучшем случае 20%. И если ты ее пересматриваешь, эту информацию, то она у тебя со 100%, которые я тебе дала, увеличивается на 120, потому что те 20%, которые у тебя остались, они остались в мировосприятии таком, которое у тебя есть сейчас на сегодняшний день. Ты пересматриваешь, мировосприятие у тебя уже другое через какое-то время, и ты получаешь опять 100% информации, которую я тебе говорю, в новом мировосприятии, плюс 20% они у тебя закрепляются с того мировосприятия. Понимаешь, как это работает? Когда мы пересматриваем, получается, что мы видим новое восприятие у нас идет, тех моментов, которые мы изначально не могли даже услышать, потому что не были готовы к определенной информации. И получается, что когда мы видим некоторые книги, некоторые фильмы, некоторых спикеров, мы, бывает, смотрим, и каждый раз они раскрываются по-новому. То есть тот человек, который это говорил, он, может быть, даже не нес определенную информацию, сам не понимал, что он может скомпоновать какими-то своими фразами определенные видения у конкретного человека. Но тот человек, пересматривая его в какой-то из разов, получает от него информации больше, чем он дал. Ага, действительно, есть такие моменты, которые хочется перечитывать, пересматривать, переслушивать. И если есть такое желание, то не надо его думать, да и что я там не видел, что я там не слышал. Если есть такое желание, то лучше пересмотреть. Мы тогда получаем больше информации. Продолжение следует...